Половина шестого утра, жду автобус. Водопады Крушуна, самый большой каскадный водопад в Болгарии. Река водопадов называется Маарата и берет свое начало из пещеры на вершине экологической тропы. Это дало название всей территории, объявленной природным парком. Прибыв на место, мы пошли по указателям к водопадам Крушуна. Миновали большой бассейн с левой стороны и достигли двух знаков. Один указывал на таинственные водопады пещеру водопада, а другой на голубой бассейн. Сначала поднимаюсь по крутому подъему к дороге, ведущей к пещере водопада. Достигаю знака, указывающего в каком направлении идти. Вот она дорога, ведущая к пещере. Путь долгий и красивый. Спасибо за просмотр! Наконец достигаю маленькой пещерки, из которой вытекает речушка, дающая начало другому маленькому водопаду, соседнему с Большим. Повернув вдоль этой речушки, выходим на небольшую красивую полянку со скамейками, где можно посидеть, отдохнуть и даже имеется Wi-Fi бесплатный. Влево ведет тропинка к самой пещере. Пещера водопада. Длина пещеры 1995 метров, но проходила она только 150 метров внутрь от входа и только для спелеологов. Внутри пещеры есть галереи и трудный для ориентирования лабиринт. Туристы сами не могут зайти в пещеру. Ее галерея покрыта белыми образованиями, так называемое лунное молоко, которое на коричневом фоне исходов пещеры создаёт потрясающий вид. Вода, вытекающая из пещеры, протекая несколько метров, падает в ущелье с 20-метровой высоты, образуя роскошный каскадный Крушунский водопад. Вот сейчас можно видеть само начало Крушунского водопада. А сейчас по тропинке, ведущей по краю отвесного ущелья, мы спустимся к таинственному водопаду. Я предполагаю, что его название происходит от того факта, что по защищенной извилистой тропе, в некоторых местах довольно крутой и мокрой, что можно поскользнуться, вы попадаете в красивое водное творение, где вода падает с высоты 10 метров. Дальше пути нет и придётся возвращаться по тому же пути обратно. Отсюда снова небольшой подъём к пещере с источником, а оттуда вниз по дороге к началу маршрута с таблички к Голубому бассейну. Маршрут начинается с самой нижней части каскада и постепенно поднимается к его верхней части, чтобы снова потом спуститься к начальной точке маршрута. Менее чем через 10 минут мы уже были перед первым красивым большим водопадом. Отсюда начинается облагороженная экологическая тропа вокруг водопада Куршуна, которая представляет собой красивую последовательность водопадов, каскадов, деревянных мостов и панорамных площадок к водопадам, откуда можно полюбоваться прекрасными видами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok